Сердце обливается кровью. В конце 2015-го Валентина Сесарова продала дом за копейки в родном Донецке, чтобы жить в мире и спокойствии. В сторону Ростова добиралась попутками через минное поле. Оттуда приехала поездом в Бобруйск, где с теплом приняли родственники. За 8 лет практически с нуля обустроила жильё в частном секторе, обрела новых друзей, а главное – уверенность в завтрашнем дне. «Я живу в тишине и спокойствии. И очень удивляюсь некоторым людям Белоруссии, которые не ценят яд. А у меня есть с чем сравнить». Чистый воздух, красивая природа и уютные улицы – причины, по которой семья Кулик переехала из Казахстана в Беларусь два с половиной месяца назад. Выбрали Бобруйск. Здесь обосновались их дети и внуки. Через пару недель после приезда Валентина и Николай приобрели двухкомнатную квартиру в микрорайоне Киселевича. «Всё устраивает. Мы здесь так быстро и легко обжились. Супруга младшего сына – она педагог. И как бы сразу здесь инновационная школа открылась, ей предложили здесь место поработать. И в общем, как-то всё складывалось так, чтобы дети приехали в Белоруссию, именно Бобруйск». В июле этого года вступили в силу изменения в закон о гражданстве. Теперь, чтобы стать полноправным жителем нашей страны, иностранцы принимают присягу на белорусском или русском языке на выбор. В Бобруйске такая церемония проходит впервые. Даёт клятву быть патриотом второй родины 21 человек из Украины, Армении, Казахстана и России. «Торжественное клянусь соблюдать и уважать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства. Защищать независимость, суренитет и территориальные ценности Республики Беларусь». «Это было искренне, это было от души, потому что люди принимали присягу на верность белорусскому народу. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие прошло на высшем уровне». Прежде чем получить паспорт, новоиспечённым гражданам предстоит сдать тест на знание одного из государственных языков – русского или белорусского. Этого можно избежать в случае наличия аттестата или диплома о получении должного образования. Все новации в закон позволяют иностранцам сделать осознанный выбор в пользу мира и спокойствия.